В Сбермаркете предложение месяца. Закажите продукты из любимого магазина со скидкой 600 рублей. Промокод ЗИМА23. Доставка бесплатна. Заказывайте. Левая сторона это про женщину, правая сторона это про мужское в тебе. Хорошо, и что вы будете с этим делать дальше? И как вы знаете, тело и сознание это единая кибернетическая система. У тела нет никакого другого способа сообщить о себе. Даже сейчас Юля попалась на мою уловку. Что можно сделать, чтобы не заболеть и не получить какое-то серьезное заболевание? Что нужно делать, если ты уже заболел? Надо принять это решение. Я хочу жить. Это не такое простое решение, как кажется. Скептики нам возразят и скажут, ну вот прям как будто человек настолько всесильный, вот как будто бы только он и решает. Слезы, смех, оргазм, истерический хохот, конвульсия, это все одно и то же. Иногда так хочется кричать, но хорошее воспитание не позволяет. В караоке-то японцы, думаете, дураки, что ли, изобрели? Зачем? Всем привет на канале Сама Меньшова. Вас приветствует формат самопознания. И в гостях у меня сегодня опять замечательная Татьяна Мужицкая, которой, я подозреваю, рады все зрители, наши фанаты. Я бесконечно рада видеть тоже. И я бесконечно рада вас видеть, Таня. Я хотела бы сегодня поговорить с вами о таком модном термине, как психосоматика. Есть куча самых разных размышлений на эту тему. Но почему я хочу поговорить об этом именно сегодня? Потому что, увы, нельзя не констатировать, что за прошедшее с февраля 2022 года время огромное количество людей в моем ближайшем кругу и в более далеком кругу заболели, так или иначе. Кто-то вдруг обнаружил серьезные болезни в себе, с которыми пришлось заниматься. И есть такое впечатление, что будто бы это какой-то накопительный эффект того стресса, который мы сами в себе, замерев, задержали, не зная, куда канализировать свои эмоции и так далее. Вот на эту тему порассуждаем. Поэтому о психосоматике хочу попросить вас для начала сформулировать, есть ли какое-нибудь самое главное заблуждение на эту тему. Да, конечно. Самое большое заблуждение про психосоматику – это то, что психосоматика – это про болезни. Опа! Не ожидали? Не ожидали, вы меня поймали. Да, психосоматика – это про отношения с телом вообще. Насколько я вообще его понимаю, слышу, насколько мы вообще про одно, или я с ним воюю, или оно с помощью заболевания пытается до меня достучаться, а может быть, мне надо его не лечить, а вовсе радовать, а может быть, лучше заниматься превентивными, извините, мерами. Ну и вот это вот. Вот психосоматика целиком, она не про заболевания, она вообще про взаимодействие с телом. С нашим телом. Да. Ну вот давайте тогда зададимся вопросом, насколько современный человек вообще со своим телом взаимодействует. Вот, а вот это вот интересный вопрос. Потому что действительно современный человек очень много живёт в голове, и это довольно прямо с ранних лет всё это прибивается, начиная, я не знаю, как сейчас, просто у меня очень давно уже дети в такую школу не ходят. А вот это вот осталось, вот эта вот история, что дети должны вот так сидеть за партию. Но у меня дети тоже уже взрослые, но когда они ходили в начальную школу, да, это оставалось, конечно же. Значит, это что это такое? Это значит, что мы подчиняем телу, мы говорим, нам всё равно, как оно функционирует, нам это не важно, мы всё подчиняем, вот должно быть вот так, не мешайте учителю. Вот это дисциплина, все должны сидеть ровно с этого момента. Разделение идёт. Тело не важно, ум важен. Голова важна, тело не важно. Если вы сидите в телефоне или в компьютере, да, вниманием, то вы в этот момент не чувствуете, что в этот момент у вас, может быть, давным-давно затекли плечи. Наверняка не чувствуете, скажу я. Наверняка, абсолютно точно, потому что функция сознания такая. У сознания ограничен объём внимания. Ограничен. Вот если я вас сейчас попрошу, прям давайте эксперимент проведём, как я такое люблю, да? Вот прямо сейчас. Вот вы можете назвать три ощущения, какие у вас в теле есть? Ну, затекло. Так, где? В пояснице. В пояснице. У меня немножко болят плечи. Болит плечи, да? Да. И что же ещё? А, ноги. Вот я чувствую как-то ноги, именно которым я стою. Им немножко горячо. Хорошо. Они уже устали. Ну, вы можете немножко себе что-нибудь сделать, чтобы вам стало лучше. Но, тем не менее, вот вы вниманием сейчас там. Да. Я сейчас вас попрошу, обратите, пожалуйста, внимание, Юль, вот сколько здесь вообще разных цветов вы можете насчитать. Ну, вот у нас в студии, да? Могу множество. Ну, давайте, сколько примерно. Красный, жёлтый, синий. А какой у нас сейчас курс доллара, знаете? Приблизительно. Так, а курс евро? Ну, тоже приблизительно. Я, кстати, вообще давно не смотрела. А бензин сейчас сколько стоит, помните? Нет. Нет, хорошо. Я только помню, сколько мой полный бак стоит. В этот момент какие здесь звуки есть в этом помещении? Почти никаких. Мы сидим же в... Ну, а вы прислушаетесь, там чуть-чуть поджужжит капельку, там слышите? Да. Чуть-чуть, вот. В этот момент ощущения в теле есть? Ну, нет, конечно. Конечно. Вот это вот, конечно, это нам сейчас с вами понятно. Но когда сознание... Ну, потому что я перемещаюсь куда? В наблюдение за звуками. Какое же тело? Абсолютно. Где внимание, там энергия. Если я, вся внимание в телефоне или в компьютере, или я ещё параллельно веду несколько, тот разговор, тут переписка, всё, в этот момент я правда не ощущаю тело, и мне кажется, что это нормально. Настройки важности так выставлены у меня с детства, что тело, господи, ну, оно должно быть прилично одето. Оно вообще должно меня немножко обслуживать. Да, оно именно, оно должно обслуживать мою великую, понимаете, вот эту деятельность, полезную для общества. Ну, интеллектуальную, там, творческую, какую угодно ещё. И очень большое количество людей относится к телу как к обслуживающему персоналу. Что тебе надо? Всё, ещё кормить тебя сам, что-нибудь найти. Вот. И вот это по остаточному принципу порождает следующее. Вот откуда вот этот, про психосоматику-то, вот этот вот момент, что мы думаем, что это про болезни. Потому что у тела нет никакого другого способа сообщить о себе. Даже сейчас Юля попалась на мою уловку. Я спросила, какие у вас есть ощущения в теле? Юля, мне три ощущения, два ощущения, где у неё что-то болит, и третье в ногах что-то, ну, пусть будет горячо. Горячо. И горячо тоже было непонятно. Она не очень приятных ощущений. Тоже не очень приятных. То есть, смотрите, и мы не договаривались заранее, не репетировали, правда. Но, Юля, вы очень показали, как у нас устроено восприятие. Что мы на тело... Сначала мне должно просигнализировать, где ему неприятно. Я не рассказала мне про одно приятное ощущение. Нет, оно не должно просигнализировать. Оно сигнализирует всё время. В нём одновременно куча разных ощущений. Но сознание фиксирует только те сигналы, звонки из тех регионов, где что-нибудь горит. А если в регионе всё нормально, не сидите там, молчите. Тихо. У вас будет... И не выпендривайте. Да, и не выпендривайте. Вот именно. А вот давайте так сейчас. Продолжим эксперимент. Мне же важно, чтобы мы чему-то научились в этот момент. А давайте так. Давайте мы найдём ощущение в теле нигде что-нибудь напряжено или болит, а ощущение, которое нейтральное, приятное, интересное, может быть. Прямо сейчас ощущение... Очень приятно. Ковточка очень приятно прилегает к руке. И очень... Она не колючая, эта ковточка. Она нежная. Она обо мне заботится. Раз. Ещё. Так. Вообще мне приятно чувствовать свои волосы. Вот. Потому что они так вот, когда я мотаю голову, они такие довольно приятные какие-то. Шевелятся как-то неприятно. Запах духов выбирали тоже из тех, которые вам нравятся. Запах духов у меня приятный, безусловно. И вот заметьте, я считаю, что первое, чему надо научить собственных детей, это каждый день их спрашивать, какие приятные ощущения у тебя в теле есть. Начнём с себя, я бы сказала. Перед тем, как мы будем передавать этот опыт детям, давайте начнём с себя, потому что для меня это тоже новость. Давайте начнём с себя. Это удивительно. Вот такое дело в сканировании. Поставьте себе пять рандомных будильников в течение дня, чтобы он задавал тебе вопрос. Найди три приятных ощущения в теле прямо сейчас. Прямо сейчас. И ты их найдёшь. Мало того, если вы внимательно наблюдали, это я сейчас к зрителям обращаюсь, с изображением лица Юли, то когда она говорила про приятные ощущения, что-то такое с ней случилось вдруг. А когда она говорила про неприятные, тоже с ней что-то вдруг случилось. Да. Тело, тут вот какая связь. Тело и сознание — это единая кибернетическая система. Что значит кибернетическая? Значит, изменение одного элемента в той или иной части сразу влияет на всю систему целиком. Я могу думать про, что там происходит у меня в теле, например, вот здесь неприятное, вот здесь неприятное, вот здесь, и автоматически такая аппроксимация, то есть кривая по точкам достраивается. А где ещё неприятно? Да и вообще жизнь ужасная, тело отвратительное, и вообще всё плохо. Так. А можно построить ровно обратным образом, да? Приятно, приятно. А где ещё? И тут, и сразу же вот такое количество эндорфинов вдруг пошли откуда-то, не возьмите. Ничего ведь снаружи не произошло. ничего не произошло. Да, действительно. А было ощущение, что немножко даже как-то... И до сих пор, кажется. Да, и, кстати, улучшилось. В Сбермаркете предложение месяца. Закажите продукты из любимого магазина со скидкой 600 рублей. Промокод ЗИМА23. Доставка бесплатна. Заказывайте. Можем ли мы говорить, что на фоне стресса, большого стресса, который все мы испытываем, и уже, ну, как сказать, это банальность, которую мы в разных программах слышим относительно того, что люди просыпаются. Первое, что они делают, они берут телефон, открываются телеграм-каналы, получают вот эту лавину как бы того, что там уже случилось за прошедшие, значит, там, шесть часов, пока ты не смотрел в телефон. Означает ли это, что поскольку мы долгое время живём вот в таком режиме, многие, многие, есть счастливцы, которые от этого отказались и удерживаются от этого наркотика? Но большинство нет. Означает ли это, что мы ещё сильнее, чем обычный современный человек, вообще потеряли связь со своим телем и просто наплевали? Не просто мы и раньше на него плевали, а сейчас мы сидим... Сейчас ещё и растёрли, да. Да. Так было. Но не просто наплевали, действительно накапливается стресс, разрядки нет. Там ведь как устроено вообще изначально вот этот механизм? Устроено, что система напрягается, а потом расслабляется. Ну, как мышца, например. Когда напрягается, расслабляется. Это важный момент. На что-то у нас идёт реакция сжатия, но где-то должно наступить расслабление. Если оно никак, нигде не наступает, а есть слово «релиз», вот оно оттуда, да, «релиз» — это когда наступает расслабление. «Релиз» может наступить по-разному, расслабление может наступить. Но может наступить, как ни странно, я тоже смеюсь на тренингах, иногда говорю, что слёзы, смех, оргазм, истерический хохот, конвульсия — это всё одно и то же. Это всё просто тело таким образом… Разбрасывает напряжение. Сброс настройки, кнопочка «резец», знаете, бывает такая в компьютере или там в телефоне сброс всех настроек. Вот тело в этот момент… Иногда, может быть, выловили такое, наверняка каждый человек ловил, когда ты ложишься спать, и вдруг у тебя такое бывает. Да-да-да, непроизвольная судорога такая. У собак очень смешно это бывает, уже прям видно. Вот. Это тело таким образом сбрасывает само напряжение, да? И почему? Говорят, а у нас как воспитывают? Так, ну-ка не смей плакать, что ты рвёшь, как баба, говорят, кстати, и мальчикам, и девочкам, а слёзы, например, вот эти… Это прям вот способ сбросить напряжение, прийти к этому самому релизу. Потому что если нет разрядки, всё время тело в напряжении, то называется, знаете, как усталость металла. Вот как раз оно становится хрупким и ломается. И поэтому, вот вы говорите, многие вдруг заболели, вылезли старые болячки, скорее всего. Да, наверное, у нас у всех уже наступает усталость металла по причине того, что мы все уже возрастные люди, но даже и люди чуть помладше и так далее. Вот я просто… Звонок за звонком открылась, открылась вдруг, ой, ты понимаешь, а мне сказали вот это, а у меня вот это. И я думаю, как будто бы все ждали, 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 и вдруг такой… Да, потому что не наступала релиза, потому что люди, опять же, когда тебя ждали, ждали, прям показали. Выдоха нет. То есть это очень важная штука, что когда… Нельзя ждать вот долго чего-то, потому что когда ты долго чего-то ждёшь, в этот момент не наступает вот этого самого расслабления, и система напрягается ещё сильнее и промо рушится. Причём самый неподходящий момент. Вообще не тогда, когда в кавычках надо. Вообще никогда не надо, чтобы она рушилась, но обычно это как раз на пике какого-то напряжения случается. И, соответственно, если из этого выход, он ровно в том, чтобы… Ну, это первое, что мы начали наблюдать за телом не только тогда, когда ему плохо, не только тогда, когда ему больно, а вообще сказать, что ты мне вообще-то важно всегда. Это очень смешно. Тело и разум разделены настолько, что даже, мне кажется, вот увлечение современному человека фитнесом, оно же тоже какое-то… Вот это я отдельно треню тело. Это у меня сейчас для тела. Это сейчас вот не про мозги. Вот, например, в Китае другой подход, там же, ну, действительно подход, там энергия ци, и там очень много в культуре отношения к телу как к сосуду, как раз вот это вот тело храм духа. И там действительно в парках, например, очень много людей, которые занимаются цигуном. Там просто так для себя они стоят там в какой-то позе дерева или что-нибудь ещё, потому что… Ну, это для них естественно. Не потому что их заставляют делать зарядку, а потому что они говорят, ну, а как иначе? Хочется. Или в обеденный перерыв, там, например, тоже довольно многие из них, кто-то спит, кто-то там занимается тоже какой-то гимнастикой. Это для них естественная история, потому что в их культуре тело довольно большую ценность имеет. А в нашей культуре тело, говорю, обслуживающий персонал, причём такого низкого уровня, это очень обидно мне, ну, я из той же когорты, если вы думаете, что я по-другому воспитываюсь. Нет, у меня сейчас тоже какие-то мозги поворачиваются в другую сторону, я хоть начинаю тоже совершенно на другой путь вставать. Я точно такой же главастик. Я тоже всегда считаю, что важно быть умным человеком, там, важно быть творческим, а тело там подтянется. Да, след, да. Ну, ничего там, вот это вот не сахарное, не развалится. Ну, да. Минуточку. Это почему так? Адеть, мы его любим красиво, но это служит не телу, кстати говоря. И вот тоже вопрос, красиво или удобно. Вот да. Бывает, что красиво, и вообще тело против. Он говорит, я не хочу такое носить. А вот... Вот это, кстати говоря, для меня, это очень интересно. Мне кажется, это тоже какая-то характеристика. У меня бывали в моей жизни выходы на красную дорожку, и когда мне привозили какие-то платья, которые можно было надеть, я никогда... Вот есть женщина, которая может говорить, ну, вот ради этих пяти минут можно потерпеть и вот там просто не дышать. Никогда в жизни просто я не могла согласиться с этой концепцией. Хотя теоретически можно. Поэтому не ли вы здоровы? Я умоляю. Нет, пожалуйста. Давайте найдем, вот пусть она будет красивая, но все-таки и удобная, потому что вот это... Встать, зажмись, и вот пройди... Ну, это будет роскошная фотография. Не могу, просто не могу с этим согласиться. Сделайте в фотошопе роскошную фотографию, в любом плане. Тогда фотошопа еще не было такого, поэтому... Да я смеюсь, сейчас уже, пожалуйста. Смотрите, еще один вопрос про психосоматику, правда или нет. Что существует теория, самая распространенная, которую, я думаю, знает, ну, почти любой обыватель теперь более-менее продвинутый, что каждая болезнь имеет абсолютную психологическую взаимосвязь с какой-то проблемой, причиной. Ну, условно, болит горло, это застрявшие слова обида в горле. Там, не знаю... Это невыплаканные слезы, живот этого вы не можете что-то переварить, а глаза не видят, потому что вы не хотите на что-то смотреть. Уши не слышат, тоже не хотите слышать. Почки — это эмоции, печень, не помню что, желчи, злоба. Я не знаю, я не люблю такие истории. Смотрите, давайте так, мой ответ сейчас. У него есть две градации. Это лучше, чем ничего. То есть вместо того, чтобы вообще игнорировать психологические проблемы, связь психологических проблем с телесными, лучше считать так. Но мне, как профессионалу, это кажется очень поверхностной историей и не всегда точно работающей. Гораздо более точная история здесь будет, когда ты прям вступаешь в диалог и спрашиваешь, чего? У меня начинает что-нибудь болеть. Значит, мне звонит кто-то изнутри, говорит, что вы хотите мне сейчас сказать? Например, бывает, что начинает там першить горли у человека. Прямо сейчас я реальной историей буду. Так, так, очень интересно, да. Он там уже конфетку пососал, чай не проходит. И тогда он задает вопрос, хорошо, а чего сейчас от меня? Чего вы хотите-то, товарищи, кто там мне сейчас першением что-то хочет? Организм. Организм, да. Ты чего от меня хочешь? И вдруг приходит картинка, почему ты школа? Почему здесь школа? Мне уже там 50 лет. Почему здесь школа? И опять школа, и школа. Да что ж такое? Да пошли вон. Ну, там, все-таки выпил какую-то таблетку. А потом, говорит, вдруг во сне увидел эту ситуацию, что я в школе очень нервничаю всегда, когда мне надо было... Ну, то есть меня там обвиняли, что я списала, я не списывала, наоборот, списали у меня. Какая-то несправедливость такая. Несправедливость, именно вот когда надо брать ответственность, вот этот момент. А я, говорит, понял, что у меня теперь всегда першит на переговорах. Вот в этот момент, когда мне надо отвечать, накосячил другой отдел, логистика, например, а я отвечаю за продажи, и мне надо их прикрыть, и у меня начинает першить горли. Такой, говорит, был у меня невероятный инсайт, что я понял, что мне надо... В каком-то смысле это имеет отношение к тому, о чём вы говорите, что гордом поговорить надо с ними, наверное. Но здесь оказалась немножко другая история, что это из детства, из прошлого тянется реакция на какой-то тип ситуации. Согласитесь, окончание любого праздника всегда приносит с собой некоторое разочарование. Мы столько ждали, готовились, и вдруг раз, и всё закончилось. Снова наступает рабочая неделя, и пора возвращаться к делам. Что же, пусть новогодние праздники и позади, но ничто не мешает создавать радостное настроение и делать приятные сюрпризы и после их окончания. Даже понедельник может нести заряд позитива, особенно если это киберпонедельник. В литуаль. В январе вас ждут отличные скидки на множество любимых и нужных товаров. Акция действует не только в розничных магазинах, но и в приложении литуаль. И если вы всё ещё его не установили, то сейчас самое время это сделать. Тут вас ждёт не только парфюмерия и товары для красоты, но и техника, одежда и обувь, товары для дома, спорта, и даже для ухода за животными. В общем, все самые актуальные и интересные предложения. Например, один из самых востребованных запросов января «Как восстановиться после праздников». В приложении литуаль вы найдёте отличные товары, которые помогут вам быстро прийти в форму. И ещё, в приложении вы всегда сможете выбрать милые небольшие презенты для друзей, ведь подарки без повода превосходно повышают настроение в любой день. А чтобы шопинг был ещё приятнее, при покупке от трёх тысяч рублей в приложении вас ждёт дополнительная скидка тысяча рублей по промокоду САМА. Переходите по ссылке в описании, устанавливайте приложение литуаль и создавайте хорошее настроение в любой день. Наверное, надо поговорить о стадии, условно говоря, что можно сделать, чтобы не заболеть и не получить какое-то серьёзное заболевание. А дальше, что нужно делать, если ты уже заболел, и у тебя есть какое-то заболевание. Ну, понятно, мы сейчас не берём, наверное, самой крайности, смертельные заболевания. Смертельные заболевания тоже по-разному бывают, проходят, и там вопрос не в том, чтобы заменить курс лечения вместо этого, тем, что я медитирую, а чтобы это вместе с этим шло, чтобы оно работало совместно. Потому что, ну, если опять начать с конца, а потом прийти туда, да, начать с заболевания, а прийти потом к здоровью. Мне так больше нравится. Можно ещё наоборот? Хорошо, давайте. Ну, просто правда логика какая-то более оптимистичная получается. Вот, значит, если человек уже болеет, здесь крайне важно, чтобы его сознание было готово вылечиться. У меня есть друг, один важный такой человек, он был гениальный, совершенно был реаниматолог. Ну, реанимация. В какой-то момент сказал, всё, я не хочу больше бороться со смертью. Далеко не все люди хотят жить. Я не хочу. Я не хочу бороться со смертью, я хочу бороться за жизнь. И стал из реаниматологов переквалифицироваться, стал гениальным реабилитологом. Говорит, разница состоит вот в чём. Реабилитолог помогает людям вернуться в жизнь. Реаниматолог борется со смертью. Крайне важная история, когда человек понял, что он заболел, это самое... Это прямо, я сейчас говорю, у меня мурашки. Прямо вот этого надо решить. Почему это я вдруг решил не жить? Я срочно хочу жить. Принять это решение. Я хочу жить. Это не такое простое решение, как кажется, потому что вы себе не представите, сколько есть причин, по которым люди хотят самоубиться. Вот это... Сейчас я матерные слова внутри себя проговорю. Сейчас длинное, там будете рады. Сейчас ещё немножечко. Вот эта стратегия «Жизнь за любовь» романтическая из 19-го, вот эта вот самая страшная сказка Андерсона, вот это вот «Оловянный солдатик» и прочая вот эта вся история про «Жизнь за любовь» порождает жуткую, совершенно, на мой взгляд, злая на это, потому что у меня подруга умерла так в 44 года, умерла от рака зачем-то, потому что вот у неё была такая любовная драма, что вот «Жизнь за любовь». Она никак по-другому её решить не могла. А как её сформулировать, эту «Жизнь за любовь»? Это вот как? Отдам «Жизнь за любовь», вот умру. Вот умру. То есть, если любовь не состоялась? Или «Любовь не состоялась», или «Если ты уйдёшь, я умру». «Я не могу жить без любви». Вот это же чудовищная история, эта колоссальная программа, вредоносный вирус сидит в башке, которая говорит человеку, я всё, я пошёл самоубийцей ради этого. И такого полно. Когда человек, вот ты, вот я умру, и вы все заплачете, вот тогда ты поймёте, кто это внутри, что это за чушь. И поэтому это серьёзный вопрос, принять решение, что я хочу жить. И вот эта вот песня «Айвел Сараев», которая, да, «Я выживу», она очень важная. Как только это решение принято, вот тогда можно уже… Отматывать. Уже можно заниматься лечением. Пока этого решения не принято, как говорила моя бабушка, хирург, природа науку одолевает. Если человек не хочет выздоравливать, крайне сложно его вылечить. Ну, смотрите, скептики нам возразят и скажут, ну, вот прям как будто человек настолько всесильный, вот как будто бы только он и решает, он заболел или он выздоровел. Нет, я скажу скептикам, так, 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 товарищ, не надо передёргивать, я не сказала только. Я сказала, что без его решения его очень трудно вылечить, потому что его система вся будет отматывать всё назад. Ну, если, конечно, ему можно вырубить сознание… Тогда его полечить можно. Тогда можно, да. Человека в коме лечить. А дальше он придёт в себя и всё опять испортит. И всё опять испортит. Именно так. Поэтому я и говорю, что когда крайне важно, у меня есть прям свежий пример перед глазами. Ещё одна моя подруга тут тоже опять выдала. И я прям к ней пришла и говорю, так, давай-ка мы с тобой это… У неё был рак. Был. Я прям подчёркиваю это. Это был год назад. Я говорю, давай мы с тобой уже… Чего? Чего ты хочешь? Как ты хочешь жить? Ну вот. И мне говорит, давай. И мы выяснили с ней вот в процессе наших таких психологических, дружеских бесед, что человек себя совершенно не ценил, что готов был вообще работать там 20 часов в сутки. Им же всем надо. Её раздирали на части и органип сказал, слушай, если я тебе не нужен, то тогда я пошёл. И мы ей возвращали вот эту ценность её как человека, что она имеет право сказать «нет». Что она имеет право сказать «ребят, вы знаете, мне вот удобно так выдвигать требования, что вот, пожалуйста, со мной вот так можно, а вот так нельзя». И это параллельно было. Это не значит, что человек всесильный. Параллельно было химиотерапия, всё, что должно быть, по протоколу всё было. Но параллельно с этим была вот эта история. И вот сейчас, когда уже там все онкомаркеры все исчезли, и там все показатели в плюсе, уже всё произошло хорошо. Она говорит, господи, спасибо этому самому раку, что он меня вернул мне. Что я вдруг первый раз в жизни, вдруг поняла, что я представляю какую-то ценность, что я могу диктовать правила. И оказывается, все с этим вполне могут смириться. Никто кругом, как говорится, не умер. Я сказала, что вот у меня заболевание, поэтому я работаю 4 часа, а не 8. И как-то все раз, и нормально. Я подумала, обязательно для этого рак нужен. Вот я ничего так не могла просто сказать. И вот это важный момент. Но бывает и масса других заболеваний, и бывает, что они переходят в хроническую форму, и не самые приятные, из-за того, отнимающие дикое количество времени и внимания, и денег на лечение и прочее. Но что это такой способ организма тебе просигнализировать, что хорош, давай-ка, заметь меня, обрати внимание на меня, и на себя. Многие проски переходят, и мне всегда очень жалко, когда такое происходит. Это значит, что человек долго не слышал. А уже потом обратно трудно отмотать. Есть потрясающая книга, если вас интересует, сейчас последняя в сторону онкологии, пойдем уже, мы постепенно в сторону здоровья двигаемся. Давайте, да. Лили Кох, тоже моя коллега, и прекрасно, она написала книгу «100 дней между жизнью и смертью». Ровно про свой опыт, как раз как она выходила из онкологии, там очень мощная трансформация ее показана как человека, что вот это вот то, что там написано, онкология – это не любовь к себе, это крайняя степень вот этого отсутствия внимания к собственным потребностям. Иногда говорят, как несправедливо, такой хороший человек, такой светоч для всех, как же он так? Вот именно иногда и поэтому, что надо быть иногда не очень хорошим человеком для всех. Позволить себе. Да, но быть здоровым. Потому что когда я для всех такой прекрасный, а тело уже орет давным-давно, что «пожалуйста, мне нужны у меня другие потребности, дай мне это, пожалуйста». Мне сейчас тело такое, «ты поменяй позу». Говорю, хорошо, все, все, сейчас. И это важно. И вот это вот очень важно понимать, чего тебя ждет впереди. Потому что, опять же, очень часто история, например, вот со стариками, связанная так называемыми стариками, почему в Европе сейчас такое количество всяких программ, когда их берут в университет, зачем? Понятное дело, ну, там, человеку 70 лет, ну, пошел учиться в университет, зачем, он же будет пользу обществу приносить потом. Ну, по идее-то, индустриальное мысление такое, мы вот инженера вырастили, там, культуролога, он должен потом обществу это все отработать. А здесь-то зачем? Ну, как ни странно, из гуманистических соображений, чтобы продлить человеку жизнь, пока ему что-то интересно, пока новые нейронные связи образуются, это сообщение организму, нам есть зачем жить, есть что-то новое, это омоложение, гораздо круче, чем всякие таблетки работают. Вот, как довольно часто говорят про людей, которые так мечтают выйти на пенсию, потому что это какая-то вот такая мечта-мечта-мечта, люди себе доносят до этого возраста пенсионного, выходят на пенсию и вдруг обнаруживают себя в таком вакууме, что буквально в течение года уходят из жизни, потому что обнаруживают, что, ну, как бы, да, для нас страна, это выглядит так, что как будто бы да, как будто бы незачем. Да, и вот это очень важно, чтобы все время было зачем. И дети взрослых родителей говорят, да что ты в этом огороде возишься, уже сейчас можно эти огурцы купить там по 5 копеек за бедро, нафиг ты тут спину гробишь. Да потому что смысл в этом есть. Потому что обратную связь видно. Вот ты семечко посадил, вот оно выросло, это от меня зависит. Я тут главный, я бог этого огорода. Как можно человека лишить этого? Я вернусь немножечко к вопросу относительно стресса, который, вероятно, был вот тем местом, где было тонко, там и порвалось. Согласно нашей поговорке русской. Это верное утверждение, что не прожитые, не выявленные наружу эмоции и становятся вот так или иначе нашими болезнями. Конечно, потому что огромное количество энергии гормональной просто. Гормоны же работают, эмоции в любом случае гормонально работают. Если я никуда наружу это не вывожу, я что делаю? Я сжигаю, зубы сжимаю, у меня там кулаки некоторые вдавливают, ногти остаются, следы, да. Ещё что-то идёт, это колоссальная разрушительная энергия, естественно, идёт внутрь себя. И поэтому, например, если говорить про тех же самых родителей, в том числе, сейчас очень многие тоже семьи там говорят, мама, ну что ты несёшь, какая-то чушь, нафиг ты закупаешь там вот это всё, или там что вот. Да пусть, если она таким образом освобождается от вот этой тревоги. Это дешевле. Ну дешевле, правда, купить 10 мешков гречки, дешевле, чем потом лечить вот это всё. Ну если это для какой-то способ психотерапии. Ну классно, пусть переберёт 10 мешков гречки, но человек таким образом борется со стрессом, потому что вот это вокруг от неё никак не зависит, а вот гречка зависит. А, Тань, а вот проораться. Да. Надо? Я думаю, вот мы все, знаете, это изумительная была цитата в книжке мною бесконечно любимой «Булата Акуджа у путешествий дилетантов». И вот там есть именно, вот ровно эта фразочка там пишет, она иногда так хочется кричать, но хорошее воспитание не позволяет. Да, и поэтому, если хорошее воспитание не позволяет кричать, надо пить. Петь? Да. Ну вот караоке-то японцы, думаете, дураки, что ли, изобрели? Зачем? Да вы что? Для этого? Ну как для... Ну хочется сказать, конечно, да, у этого, как всегда, гораздо больше причин разных, в том числе это коммерчески очень выгодно, но если бы оно не было востребовано, оно бы не стало выгодно. Да просто японцы очень контролирующие свои эмоции нации. Да, именно поэтому и караоке. Да не приходило это в голову, это потрясающе. Петь? Петь? Нельзя орать? Ну, в идеале вообще, конечно, выйти куда-нибудь на берег реки или в лес, и там прям поорать от души, это еще и так приятно, туда там разносится голос, конечно. За горизонт отправить. Да, наступает, конечно. Вот, а можно просто петь, потому что здесь задача, что ты выдыхаешь, и в этот момент невозможно как бы петь и напрягаться, это просто технически не получится. И вот если мы идем туда к здоровью, я помню, что я обещала, что мы туда придем, то вопрос не в том, как лечить болезни. Хотя средние тяжести, там вопрос такой, я помню, что меня потряс, он, кстати, от педиатра был вопрос. У меня ребенок что-то приболел, что-то у него болел живот, я вызвала врача. Врач пришла, молодая врач, я думаю, ну все, сейчас это будет по интернету сейчас, да. А она вдруг повернулась к ребенку и говорит, слушай, а ребенку было лет 8. Наверное, отчего у тебя это пройдет? Он говорит, что? Говорит, ну отчего у тебя пройдет живот? Он так задумался, говорит, ну надо в туалет сходить. Говорит, ну сходи, сходи и возвращайся. Он такой, да, я подожду. Он вернулся, говорит, ну как, лучше? Он говорит, да, лучше. Говорит, ну видишь, какой ты молодец. А еще отчего у тебя это пройдет? Он такой, ну не знаю, может надо кашу поесть. А какую кашу? Он такой, овсянку. при том, что ребёнок вообще овсянку не особо-то любил. Я такая смотрю такими глазами квадратными, что, серьёзно? Он говорит, да, мам, можете сейчас сварить ребёночку овсянку? Я подожду. Я говорю, да, могу. Ну, там, пятиминутками заварил, он поёт. Лучше? Он говорит, лучше. Как хорошо, что у тебя такой прекрасный живот, что ты так хорошо его чувствуешь. Сказала она. Я говорю, а что, таблеток никаких? Говорит, не, не надо. И на меня это произвело впечатление. Я уже была психологом давно. Я уже тоже про всё это знала, что вот до такой степени может прийти врач из поликлиники какой-то из небесной канцелярии, видимо, мне посланная с вот таким вопросом. Породил очень крутую систему в нашей семье, который вопрос друг другу мы задаём, от чего у тебя это пройдёт? Это потрясающе. И если не пытаться насиловать ответами, то может прийти интересная идея, просто дать пространство. Я вам скажу больше. У меня это потрясающий для меня пример, потому что я, конечно же, готовилась к нашей своей встрече. И вот эту историю про, от чего это пройдёт, я наткнулась в одном из ваших интервью и подумала, что мне так понравился этот вопрос, от чего у тебя это пройдёт? И я решила задать себе вопрос. Я мгновенно получила внутри себя ответ. Он был абсолютно из психологической плоскости. Я обалдела просто. Потому что для меня это была такая игра такая. Интересный вопрос. Ну-ка, задым-ка я себе. Ну-ка, от чего у тебя вот это пройдёт? Бум! И я получила ответ. Игра – это лучшее состояние. Именно игра. Вот, Юль, спасибо, что вы это сформулировали. Потому что наш серьёзный умный ум… Да, вот это я, наверное, не ответила бы себе никогда. Я бы задумывалась куда-то и выкапывала бы из интеллекта. Он блокирует такая ерунда, как это может работать. А вот как раз состояние игры… Ну, давай поиграем в это. Ну, это не серьёзно. Ну, как если? Вот это важно, что вот этот вопрос, честно себе заданный, на него может прийти неожиданный ответ. Ну и что тебе мешает-то попробовать? Или сработает, или нет. Или нет, у тебя есть и так. То есть если ты ничего не будешь делать, ну или нет, у тебя уже наступило. А вдруг да. А вдруг получится. И вот психосоматика – это про вот такую взаимосвязь. Когда ты можешь с организмом разговаривать. Можно по таблице. Если вам легче по таблице, ну окей. Если про таблицу, да, да, вот спросим. Вот ещё та же самая распространенная история. Левая сторона – это про женщину. Правая сторона – это про мужское в тебе. Хорошо, и что вы будете с этим делать дальше? Тихо его знает, что ты будешь с этим делать. Но ты пытаешься из этого выстроить что-то. Ага, завалила правая нога. Наверное, это... Как это в обыкновенном чуде? Это мой... Я проснулась, да. По материнской линии. Да, дед мой проснулся во мне. Или там... А здесь вот это, наверное, родственники мамы. Или вот так вот думаешь, что это во мне мой папа или моя мужская часть. Не хочу обесценивать я... Вот это всё не хотите? Скорание своих коллег. Ну, слушайте, здесь следующий вопрос. Эта информация тебе для чего? Если ты знаешь, что с ней делать дальше, ну, например... Ну, мы можем подверстать что угодно под это дальше. Ага, это точно травма из детства. Хорошо. Да-да, я помню. Нет, не просто подверстать. Если ты знаешь, что с этим делать. Вот, например, расстановщики, у них есть прямо инструменты. Говорят, ага, я понял, это дед по материнской линии, значит, надо пойти там... Я не знаю, я не профессионал в этом, но, допустим, я логически рассуждаю структурно. Значит, надо пойти там с этим дедом, поговорить, что тебе нужно, там, дать ему то, что ему нужно, он перестанет меня там дёргать, и тогда вот. Например, у меня есть прямо пример такой, когда одна девушка спросила, чего же я так жру-то? Чего же я так прямо жру? Прямо после февраля у неё прямо, говорит, жопа, прям 10 килограмм нажрала прям за месть, что случилось? И она как раз вот пошла туда и обнаружила, то, что она готовит за всю семью, что у неё там блокадный Ленинград вдруг всплыл, раз такая вот ситуация кругом, что-то подгрузилась, и она начала кормить. Она говорит, я, говорит, ну, её, я цитирую, говорит, у меня там, соответственно, условно, там 12 человек, я начала готовить, как будто я за них, как будто я кормлю не только одну единственную, там, условно, Лизу, а ещё и вот эти 12 человек. Поэтому, конечно, потом я сказала, так, ребят, давайте вы будете сами есть, а я буду только Лизу кормить, окей, и довольно быстро вернусь в нормальную свою обычную фигуру. Это, ну, она себя так... Но она знала, что с этим делать. Поэтому я и говорю, что если вы за какую-то систему цепляетесь, тогда вам нужно не просто идти от, почему это случилось, а ещё и что сделать, чтобы это прошло, от чего это пройдёт, важный вопрос. Очень. Вот. Если вам система эта даёт ответ, что делать ради бога, я ещё раз говорю, лучше. Это лучше, чем когда ты просто игнорируешь и понятия не имеешь, что там такое с тобой происходит, и всё несёшь, только зелёнкой замазываешь, или декаином, чтобы не чувствовать. Лучше это тогда. Придвигаемся ближе к здоровью. К здоровью, да. К здоровью это значит, что я себя... Пожалуйста, вот вам домашнее задание, что называется. Очень сложное. Ну-ка. Как вы любите. А ну-ка. Очень сложное задание. Пожалуйста, найдите в своей жизни хотя бы четыре таких периода, когда вы чувствовали себя очень хорошо. Называется референс. Знаете такое слово референс? Наверняка вы знаете, как любой медийный человек... Примерчик такой себе. Примерчик. Не просто примерчик, а такой примерчик критерий. Вот когда я говорю, что я... Это же тоже так люди друг другу желают здоровья. Сейчас на Новый год, на день рождения. Желаем вам здоровья. Ну окей, здоровье, слово хорошее. Передача, журнал здоровья. Что такое здоровье? Очень важный вопрос. Как себе ответить на него, что такое здоровье? И я вам скажу, что в 99,7% по моим великим исследованиям людей ответят, когда я не болею. А я скажу неправильный ответ. Почему? Вот именно с таким жестом скажу. Потому что вы сразу опять формируете жизнь относительно болезни. Ровно то, как я рассказывала в ответ на то, где вы чувствуете своё тело. Вот здесь у меня болит. Вот здесь у меня болит. И вот здесь я чувствую неприятно. Получается, жизнь состоит... Нарратив какой? Жизнь состоит из болезни, а здоровье – это короткие промежутки между ними. Да что это такое-то опять начинается-то? Ну нет же. Ну нет. Поэтому. А нас просто не учили фиксироваться на том, что такое здоровье. Поэтому я вас очень прошу описать прям конкретные моменты жизни, когда вы чувствовали себя очень здоровым человеком. Чувствовали себя хорошо, вам было счастливо и здорово. Вот когда? Вот, Юля, когда, например, у вас прям какой-нибудь конкретный момент, прям эпизод, прям момент воспоминаний из любого возраста? Я помню какие-то моменты в своей жизни, когда я чувствовала себя... Наверное, кстати, к паре, когда я чувствовала себя счастливой. Так. Офигеть. Вот что я сейчас подумала. Да. Что я припоминаю вот сейчас как-то так на скидку. Так, и когда вы себя чувствовали счастливой, в этот момент что с телом было? Она была расслаблена, она была свободна. Где она была расслаблена? Кстати, в плечах. Она была в наибольшей степени расслаблена. И, кстати, в этих моих воспоминаниях я почему-то не сижу, а как-то стою, и как-то вот ветер в лицо, волосы назад, вот что-то такое. И вот заметьте, прямо сейчас на глазах, что такое с Юлей, мы что-то накачали только что, как будто бы... Счастьем, счастьем. Вот. И самое смешное, что это сам человек делает с собой. Где внимание, там энергия. Вот если вы сейчас об этом думаете, то тело получает импульс, а мозг, как физиологический в данном случае. Он говорит, ага. Да. Ты вот что от меня хочешь. Здоровье тут, говорит он у меня. Я ему говорю, пожалуйста, чувствуй себя вот так. Он говорит, хорошо, тогда пойдем сходим на массаж, чисто технически. Для начала. Расслабим. Расслабим твои плечи. Не очень получается. Давай будем стоять. Давай, мне не хватает кислорода. Пожалуйста, можешь ли ты там походить на плавание, чтобы просто объем легких увеличить мне, например. Или давай ему, пожалуйста, вот когда мы сидим на сидячей работе, поставим будильник, и будем раз в 45 минут, как в школе, что было, кстати, очень правильно. Да, вставали и делали заряд. И тогда я занимаюсь в течение дня не сохранением здоровья, а увеличением уровня счастья. Я хотела спросить как раз, вот это тоже какая-то удивительная установка, ведь у нас очень многие сидят на ЗОЖе, на ПП, на чем-то, ну вот это все, но это все как-то не выглядит здорово, приятно, счастливо. Это выглядит так, что это какие-то лишения, лишения во имя. Страдания опять. Да, страдания, но во имя. Будет потом очень хорошо. Но потом. Но потом. Да. Но сейчас ради этого надо сейчас, конечно, Ну, по-моему, сейчас уже есть какие-то другие направления, типа интуитивного питания, которые... Ну, конечно, все это есть, но я имею в виду, что это как парадигма. Да-да-да. Основная, она такая, мы всегда что-то делаем для здоровья, оно какое-то такое... Вот. Это у меня даже есть анекдотический, анекдотический, но реальный пример из жизни. Папа у меня болел довольно сильно уже под конец жизни, и ему там был диабет, и ему прописали определенную диету. И мама звонит мне и жалуется на него. Ты представляешь, отец ужасно, она так называла, отец ужасно себя ведет. Я ему целыми днями готовлю это его полезное дерьмо, а он не ест. Я говорю, мам, а тебе не кажется, что он не ест именно потому, что у тебя прямо на лбу написано, что ты ему полезное дерьмо готовишь? А можно ему готовить что-то полезное? И при этом что-то... Вкусное с любовью. Как-то иначе, да. Она такая, слушай, это мне не приходило в голову. Я говорю, ну, блин, мам, ну ты чё? Я думаю, что многие из нас и сами себе готовят полезное дерьмо. Я как раз это и хотела сказать. Поэтому мне очень нравится, мне подарили такой магнит, и Минздрав СССР предупреждает, вкусное очень полезно. Но тут тоже важно вот что. Для того, чтобы вкусное было полезным, надо, правда, со своим телом очень хороший контакт иметь. Я не помню, какие именно это были учёные, они такой поставили эксперимент. Они оставили детей одних на целый день в комнате. Ну, естественно, там были камеры, наблюдения. Они поставили кучу всякой еды, любой. Дети были лет 5-6, вот такие. И там были чипсы, Кока-Кола, конфеты, шоколад, вот это вот всё. И так их неделю, вот их приводили на целый день туда. Они могли делать всё, что они хотят, и есть всё, что они хотят вообще. Вообще всё, что угодно. Вредное было? Там было всё. А, было всё. Там были яблоки, полезные, вредные. Морковка, каша, чипсы, суп, там, тыфтель, там полностью всё, что хочешь. И первые 3 дня дети прям вот так вот озираясь, там, Кока-Колу, чипсы, конфеты, просто всё. А дальше произошло удивительное. На четвёртый день начались морковку, яблоки, потом тыфтель и суп. Вот. И конфеты стали есть чуть-чуть. Потому что это перестало быть чем-то означимым. Они вдруг вернулись к какому-то природному своему ощущению жизни и стали нормально совершенно питаться. Потому что есть прям определённое состояние организма, при котором он начинает требовать жирного и сладкого, как компенсацию гормональную за жуткий стресс, который, раз ты не хочешь разбираться с этим, ну, давай это просто заглушим. Вот так. Да? Ну, и, собственно, заглушить это несложно. Или, мне кажется, ещё, опровергните меня, но мне почему-то кажется так, что или уж если ты решила себя пожалеть тортиком, так пожалей. Не говори себе, ах, ты вот не удержалась, ты всё-таки ешь этот ужасный тортик. Мне кажется, по-другому усвоится, если ты будешь говорить, да, я сейчас тебя жалею тортиком, потом как-то буду разбираться с этими последствиями, но сейчас съем тортик. Так тоже можно. А можно ещё дальше пойти и понять, что бы что. То есть мне тортик это нужен, что бы что. И вот если я смотрю чуть дальше, может быть, тогда идти всё-таки причину устранить. Ну да, и понять, что можно не тортик, а пусть меня кто-нибудь обнимет из моих родных и пожалеют меня. Да, тортик не обнимет точно. Нет, она обнимет просто лишним килограммом как-то моё тело. И вот это вот вопрос. И вот всякая ПП, например, хорошая штука, если она... Я почему говорю ещё раз? Мне не нравится противопоставление вместо, мне нравится вместе. Ага. Вот всё то, что вы называете ПП, правильное питание и так далее, хорошо, когда оно вместе с психологической историей, когда я понимаю, что бы что, зачем, какую функцию оно выполняет. Тань, а вот захотела ещё у вас что спросить. Знаете, что заметила? Очень сильно с февраля месяца люди постарели. Да, я не заметила. А я заметила. И вот я думаю, что это такое? Это стресс так откладывается на людях? А тогда я вас спрошу, а как вы это поняли? В чём это выражается? Мне прям стало интересно. Я не замечала. Прямо внешне очень сильно многие сдают. Прямо морщины, что-то кожа, Нет, скорее, наверное, выражение. Если с выражением лица, то, конечно. Может быть, раньше это было какое-то более радостное от того более молодое. Не знаю, не могу объяснить себе этот эффект, но вижу просто с людьми, которыми давно не сталкивалась, скажем, ну, в течение года. Прошло полгода, мы увидели первый эффект, поэтому плохо выглядит, постарел. Ну, можно, конечно, сказать, что они стали экономить на косметологах, так тоже можно сказать, сделаемое это предположение. И мы перестали покупать. Типа все равно все умрем, какой смысл. Тоже возможный вариант. Нет, то почему? Я думаю, что это все входит в эту палитру. Слушайте, ну, не знаю, ладно, хорошо. Мне кажется, что, опять же, такие вещи, если прям человек привык, то можно делать совершенно бесплатно массаж лица, собственно, и вообще не нужно для этого ничего. Ну, в плане денег вообще никаких вложений. Но здесь другой вопрос, потому что то, как мы выглядим, постарели или помолодели. Вот часто бывает, человек влюбился, ему говорят, ты прям лет 10 скинул. Да. Хотя ничего человек не делал, даже не худел. И даже к косметологу не успевал заходить. Потому что вот мимические мышцы, от того, как они напряжены, вот эти вот уголки губ вниз или вверх, вот эти вот прекрасные лапки около глаз, которые про счастье вообще, на самом деле. И здесь интересно вот что, что наши зеркальные нейроны так устроены, что мы считываем эмоции из человека. Нам очень важно понимать, это на уровне подсознания абсолютно происходит, нам очень важно понимать, кто напротив нас и что у него за намерение, надо быть осторожным по этому поводу. Это совершенно древняя программа, поэтому они всё время считывают, что там с человеком. Я могу этого не осознавать, но вот эта работа идёт. И если человек там всё время варится в каком-то очень серьёзном моменте, всё время чего-то боится, живёт всё время в стрессе, то у него вот это выражение лица сразу, оно же тоже миру сообщает, слушайте, я не в порядке, помогите мне, пожалуйста, или наоборот, держитесь подальше, я на вас злой. Да, это же вот про это. Лицо — это социальный монитор, оно наружу работает. Не зря мы его там, например, красим красиво, или наоборот там что-нибудь ущипываем или там ухаживаем за ним, чтобы произвести впечатление. Редко какие процедуры есть, они есть для удовольствия лица. Вот льдом, когда себя протираешь, просто приятно может быть, для ощущения приятного, там массаж будет приятный для себя. А так-то это всё наружу, да. И вот это вот интересная штука, что когда человек действительно не даёт эмоциям выход, когда он не живёт прям вот такой вот активной жизнью, то у него действительно маска появляется определённая, застывшая, которая сразу его старит, потому что ощущение молодости и свежести — это ощущение жизни. Когда человек начинает дышать, когда у него появляется румянец, когда там глаза горят. И я вам могу сказать, что мы такие волшебники и маги все. Вот только что мы с Юлей это проделали даже дважды. Можем третий раз это проделать. Юль, а когда вы особенно молодо выглядели, вот прям, не когда вы молодой были, да, это понятно, когда вам 15 лет было, а когда вот вам было уже сильно не 15, а прям вы ощущали себя прям очень молодой. И даже вам говорили снаружи, Юль, ты что, типа, что это, ты типа что-то сделала сама? А, нет, да нет, я так просто. Ну, часто так говорили, знаете. Ну, вот когда, например. Это прям, вот смотрите, я что делаю? Это очень простой феномен. В теле нет обобщений. Вот часто для тела это ничего. Но если вы сейчас вспомните конкретный период, не обязательно называть его вслух. Мне это говорили даже и год назад. Ну, вот год назад при каких обстоятельствах? В какой момент? В какой период? Где? Кто? Тело мыслит очень конкретно. Вот, вот кажется, тогда. Вот мы сейчас туда близки. Вот прямо сейчас мы можем наблюдать преображение Юли. И молодость ее, наверное. Абсолютно. Абсолютно. Что-то происходит с лицом, да, вот что-то происходит с глазами. Вспоминает. Да, когда... И вот почему я еще раз говорю, что вы, товарищи, недооцениваете силу воображения и силу мышления. Потому что там, где находится внимание мыслями, там находится энергия. И честно организм играет во все ваши игры. Если вы говорите, что мы завтра умрем, он начинает в это играть. Если вы вспоминаете, какой у вас прекрасный был роман в 1995 году в Крыму или где-нибудь еще, то в этот момент вы оказываетесь там. И тело точно так же в этот момент выстраивается в эту конструкцию. Давайте с вами скажем как бы какую-то... Мантру. Нет, не мантру. Нет, мы не скажем с вами мантру. Давайте мы с вами скажем совет. Как договариваться со своим телом? Вот ты никогда на него не обращал внимания? Давайте вот какой-то вывод скажем. И ты хочешь с ним подружиться. Как это сделать прежде всего? Для начала. Значит, есть три шага. Первое, глобально сказать. И сегодня утром я опять хочу жить. Спасибо за то, что я уже проснулся. Уже спасибо. Уже прекрасно. Продолжаем. Продолжаем этот контракт продлевать. Будете? Да, будем. Правда ли? Это первое. Если я не решаю, что я хочу жить, все остальное бессмысленно. Согласны? Будем своими ногами. Спасибо. Мы больше продлеваем этот контракт. Да, давайте начнем с благодарности вообще-то. За то, что вообще все это по умолчанию есть, и оно работает прекрасно. Да, между прочим. А мы так, как вы говорим, не потормально. Да, и когда я это замечаю, то следующий отсюда вытекающий пункт обращать в течение дня внимание на то в теле, что тебе приятно. Говорить ему спасибо за то, что оно работает хорошо. За то, что обычно у нас же такая культура мерзкая, что мы то, что плохо сделано, замечаем. А вот вы хоть раз сисадмину своему на работе сказали спасибо за то, что у вас все хорошо работает. Нет, я подозреваю. Вы только ему каждый раз говорите, что у вас слетел какой-нибудь пароль. Или зависло. Да. Вот. А очень важно как раз вот сисадмину, кстати, завтра придите на работу, скажите ему спасибо за то, что у вас так хорошо работает компьютер. Вот он удивится-то. Вот. Понимаете? То есть телу надо сказать прямо спасибо. И тогда мы начнем уже его чувствовать. И тогда мы начнем его чувствовать не только тогда, когда оно болит. Мы начнем с ним. Диалог такой, что я тебя вижу, я тебя слышу, ты у меня есть, ура, хорошо. И тогда у тебя по-другому ты будешь еду выбирать, одежду по-другому будешь выбирать. Третий пункт есть какой-то? Какой? Третий пункт, конечно, такой. Если вдруг что-то болит, от чего у меня это пройдет? Ага, вот. Да. И тогда вот этот вот принцип, это еще раз, и это ни в коем случае не значит, что, говорите, всех врачей теперь не надо. Нет, все надо. И наоборот, приходить и делать анализы надо точно так же, как вы, например, делаете там ТО в машине. Вы же делаете не когда вы попали в аварию ТО, это каждый год там вы меняете масло, назначить себе там, что я прихожу к врачам, например, к стоматологу, прихожу, скажите, что у меня все хорошо. Не потому что у меня что-то болит, а типа каждый год 1 ноября я прихожу к стоматологу, и с этим... Это специализация, которая была когда-то у нас просто... А, так пусть она будет с хорошим подходом. Скажите, что у меня хорошего. Да, а не с ожиданием, и что там у меня. Я поражаю врачей всегда. Я, кстати, жутко, это уже зануда. Я прихожу врачам, скажите, что у меня все хорошо. В смысле? Мы должны вас что-то найти. Я говорю, да, вот найдите, что у меня хорошо работает. И об этом тоже скажите. Не только про отклонение от анализов, а что вот эти анализы в норме. Прямо вы молодец. Мне очень важно это знать, да, потому что моя любимая идея, надо очень важно знать, что я молодец. Да, потому что это меня мотивирует. Это тоже действительно. Мы же не обращаем... Мы точно, и в анализах мы обращаем внимание, вот здесь завышено. А то, что здесь давление, как у космонавта. Скажи себе спасибо. Да. Скажи, какой я круто. И можно выдавать премию можно выдавать своему тескому телу. Какое ты хочешь премию за то, что у тебя давление, как у космонавта? Хочу на свежий воздух на два часа. Хорошо, поедем. Хорошо. А теперь тогда давайте еще коснемся и подведем итог под тем, как нам справляться со стрессом, чтобы не позволить ему пробить вот эту тоненькую перегородочку, и чтобы мы, так сказать, позволили спуститься процессом каких-то болезней. Вот для меня открытием было караоке. Что еще мы можем сделать? Любая физическая активность, физическая нагрузка. Многие начали бегать. Не хотите бегать? Ходите, гуляйте. Двигайтесь. Фитнес. Ну, без фанатизма только. Плавание, массаж, самомассаж. Прекрасная история. Просто себя прохлопывать. Вот так себя прочувствую. Это очень важно. Я сообщаю телу, что внимание. Я ему даю внимание. И это максимальная история. Вот опять же все, что касается сброса, потому что караоксизол выходит через движение. Крик, пение, приседания, отжимания. Танцы. Танцы отлично. Танцы идеальны вообще. Потому что танцы еще источник эндорфинов. Потому что там музыка, вот это все. Парные танцы, бокс, пожалуйста, кстати, тоже капоэра, любая, любая... Бокс тоже источник эндорфинов? Да. Потому что... Потому что в этот момент, опять же, происходит выброс кортизола, и в конце прям, знаете, какие счастливые люди выходят с фингалами, но счастливые. Это колоссальная выработка идет. Другой немножко гормональный коктейль, но пусть для простоты будет эндорфин. Ну и как слезть с этого наркотика и не следить за новостями? В такой избыточной... Ну, хочется, конечно, пошутить, сказать, пересесть на другое, начать следить за порно, например. Новостями. Ну, например. Ну, что бы там. Там тоже есть новости, ребята. Понимаете, невозможно уйти откуда-то. Можно только прийти куда-то. Невозможно избавиться, перестать бросить курить, перестать смотреть новости, там, уйти от негативного человека, от абьюзера. Невозможно никогда. Невозможно. Нет, так мозг не умеет думать. Нет, мозгу нужна точка Б в навигаторе. Куда мы едем? Если я не буду смотреть новости, то что мне в это время делать? Ну, вот я это делаю, чтобы что? Значит, там не надо новости. Хорошо, каждый раз. Можно такую игру с собой? Если ты посмотрел, сколько 10 минут новостей, 10 минут приседаешь. Цена вот такая. Цену установи. Вот мне сколько новостей, вот слушай, какая за это будет цена? Отжиматься, приседать, там, что ты будешь делать? Вот, по крайней мере, ты будешь осознавать это, прям таймер ставишь и вперёд. И понять, что ты вместо этого хочешь, ради чего. И вот этим и заниматься. Потому что избавиться от этого невозможно. Невозможно не смотреть новости. Если у тебя 24 канала открыты в Телеграме, как их не смотреть? Да удали их просто. Оставь один или два. Всё. И придумай, чем ты занимаешься вместо этого. Нет, придумай, чем классно ты занимаешься вместо этого. А если ты занимаешься этим, то какую цену ты за это платишь? Ну, типа, приседания, там, караоке или что-нибудь ещё. Караоке, кстати, отличная цена, мне кажется. Особенно если ты плохо поёшь, только ещё и соседей можно вот этот айсберг в океане прокричать. Да, я играю на Варгане тоже, кстати. Любые интуитивные инструменты, любые музыкальные инструменты, не те, где фиксированные есть ноты, где можно сыграть правильно и неправильно, там тоже есть стресс за ошибки. А есть интуитивные инструменты. Все, например, там ударные, да, есть там особенно, которые перкуссия называется. Они интуитивные, там нет нот везде. Где нет нот, отлично. Кстати, юмор – это очень важное человеческое качество. И не у всех далеко, у высших приматов он тоже есть, у животных. Вот это очень важный юмор. Это офигенный антистресс, который позволяет как раз перерабатывать большое количество информации очень легко. Потому что смех такой же точно релиз, конечно. Если у тебя есть выбор, там, плакать или смеяться, я вот смеяться люблю больше. Я надеюсь, что и наша сегодняшняя программа с вами тоже заставляла чаще улыбаться, нежели грустить. Хотя вроде бы говорили о психосоматике. Да, ну так вот мы же о ней говорили, как о том, что это же про счастье, про то, что я не болею, пока я счастлива, или про то, что мы продолжаем этот контракт с жизнью. Таким мы её и продолжаем каждый день. Таня, спасибо огромное. Спасибо, Юль, что позвали. С вами всегда очень интересно. И какие-то неожиданные ракурсы у обычных явлений рождаются в нашем с вами то споре, то наоборот. Нет, спор не получится. Это я, может быть, делаю вид про спор, а так я внимаю, открыв рот практически. Всё, спасибо огромное. До следующих встреч. Будьте все здоровы и счастливы, пожалуйста. Да, и будьте все здоровы, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова